Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся с вами на московском подворье Валаамского монастыря. Удивительное церковное пение, что мы сейчас слышали, это знаменитый валаамский распев. Как глубоко он трогает душу, очищает от всякой суеты, настраивает на молитвенный лад. Поразительным является тот факт, что церковная традиция знаменого распева была практически полностью утрачена, стертая из памяти поколений. Возвращение к ней началось лишь в 90-е годы XX века, и возрождалась она здесь, на московском подворье Валаамского монастыря. Сначала давайте обратимся к истории. В 1900 году император Николай II подписал проект строительства московского подворья Валаамского монастыря. Благодаря трудам монаха Иоанна Собакина, через привлечение усердных жертвователей удалось воздвигнуть эту обитель. В кратчайшие сроки, всего лишь за год с небольшим, по проекту архитектора Александра Роупа, было построено величественное здание в русско-взантийском стиле. На 2-й Тверской Емской улице были заложены часовные церковь в память преподобных Сергея Германа и саму подворье в Валаамском монастыре. Для чего? С какой же целью создавалось это подворье? Ответ на данный вопрос можно найти в словах высокопреосвященного митрополита Антония Ватковского, который, благословляя данное начинание, сказал «Валаамская обитель, находясь в отдаленности от центра России, в Финляндии, не всем благочестивым россиянам известно. С выдворением же валаамских иноков на подворье причесовня в Москве многие будут знать о Валааме и поусердствуют посетить этот священный остров». И действительно, с момента основания московского подворья чувствуется эта тесная духовная связь с валаамской обителью. Это проявляется через особо чтимые святыни, например, список с валаамской иконы Богородицы. Росписи верхнего храма и лестницы подворья в Москве были выполнены при участии валаамских иконописцев. И, конечно же, церковное пение – знаменитый валаамский знаменный распев. Что же нам известно о нем? Валаамский распев – это совокупность музыкальных вариантов церковных песнопений, бытовавшая валаамском монастыре. Проблемы происхождения распева не нашли в настоящее время однозначного решения в современном музыковедении. В архивах России древние певческие рукописи валаама, которые могли бы стать объектом исследования, не сохранились. При отсутствии рукописи важным источником сведений о певческой традиции валаамского монастыря являются описания, оставленные паломниками. Первое описание принадлежит святителю Игнатию Брянчанинову, который отметил особую выразительность валаамского пения, назвав его знаменом или столбовым. В целом на валааме преобладала устная певческая традиция. И лишь к началу XX века возникла необходимость письменной фиксации традиции с целью ее сохранения для молодого поколения монахов. В начале XX века был истан обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву валаамского монастыря, подготовкой которого занимался лично игумен Габриил Гаврилов, сыгравший ключевую роль в истории создания московского подворья. События Октябрьской революции кардинально изменили размеренную жизнь подворья, которая вместе с храмом-часовней была закрыта, насильники разогнаны, а некоторые арестованы. В здании подворья устроили поликлинику, а в самой часовне – регистратуру. Лишь в 1992 году подворье будет возвращено в Русской Православной Церкви. Как происходило возрождение знамени враспево? С какими трудностями пришлось столкнуться? С этими вопросами мы обратились к регенту хора московского подворья валаамского монастыря отцу Герману Рябцеву. Когда пришел в монастырь, я перед этим слышал записи от хора под управлением Анатолия Гринденко и хора профессора Конотопа. Они как раз внедрили и сон в знаменное монудниное пение. Это такой вот подголосок такой нижний. Это византийская традиция. Я был поражен на то, насколько она изменилась, насколько она стала, так сказать, глубже и интереснее, что ли. И я стал вот в этом направлении работать. А потом уже вот знаменное пение, знаменный распев или валаамский распев с Исоном, который вот так выработался у нас на валааме, стали называть валаамским пением. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя мое имя Святой Ему. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех, воздай о Него. Учищающая гося, беззаконие Твоя, исцеляющая гося, недуги Твоя. Говорят, кто хоть раз побывал на валаамских богослужениях, уже не может забыть монашеские песнопения, которые так не похожи на те, что звучат в других храмах. Мы обратились к прихожанам московского подворья, чтобы узнать их мнение и оценку. Когда приходишь на службу, кажется, что попадаешь на небо. Во многом зависит это от профессионализма певчего. Он может передать молитвенный настрой. Мы знаем, что в нашем подворье поют иноки, и это, конечно, очень настраивает на молитву. Первые мои впечатления о валаамском распеве появились еще в раннем детстве. Я помню, как сидела рядом с Клира Саманса Германа, и он пел песнопение «Во царстве Твоя». И именно в тот момент я почувствовала, как на меня влияет валаамский знаменный распев. Валаамский знаменный распев в своем первоначальном виде не сохранился. Вернее, он претерпел изменения. К нему добавился византийский иссон, подголосок, нижний тон. Так в 90-е годы появилась валаамская знаменная традиция. Как отмечают многие прихожане храма, да и сам отец Герман, данная певческая традиция проникает в душу, располагает к молитве, помогает человеку все свои помыслы устремить к Богу. И есть реальные истории людей, которые это подтверждают. Таким образом, наша гипотеза оказывается верной. Красота и величие валаамского знаменного распева может способствовать приходу человека к вере. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его. Учищающая Гося, беззаконие Твоя, исцеляющая Гося, недуги Твоя, избавляющая Го от искрения живот Твой, венчающая Гося, милостивающий грот Тоби. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех.